Весенние цветы Весены, которые мы так любим и должны еще больше любить и беречь. Поэтому вот это вот возражение пробуждения земли, вот эта шаманка зазывает, и девушки в веночках, это почти вот такое языческое мироощущение пробуждения земли. А потом, может, цветают все краски. Подготовка к этому музыкальному спектаклю была недолгой, но очень продуктивной. Артисты театра много репетировали. Самое сложное было совмещать с жизнью репетиции, потому что очень часто, очень много, это, конечно же, поэтому и год работы, театр непосредственно. Конечно, очень много отнимает сил, ну, а что делать? Если ты хочешь дарить радость людям, то нужно ее дарить, несмотря ни на что. Постановка получилась очень яркой и многогранной. Артисты исполнили всеми любимые песни, прочли стихотворение, которое написала Людмила Михеева, и показали несколько пластических сценок, работа над которыми, по словам хореографа Виктории Ганак, была непростой. Было хореографически сложно, потому что, особенно мальчикам, да и девочкам тоже, особенно, когда еще пели, да, то есть петь и в этот момент двигаться очень сложно, и дыхание, да, совладать с дыханием и в то же время себя преподносить. Поэтому, конечно, это очень долго мы отрабатывали. Я никогда не смеял во прекрасном сердце, и не виделся глаза, вверх козочной. Студенческому театру удалось погрузить зрителей в творческую атмосферу, почувствовать тепло весны и, конечно, подарить им хорошее настроение. Так души, но на самом деле, как будто бы расцвелить цветы, очень приятно. Очень ребята хорошо и пели замечательно. Мы тоже с ними пели, имейте это в виду. Атмосфера была весенняя, радостная. Очень много ярких впечатлений осталось. Артисты театра «Новый диалог» признались, что уже приступили к репетициям новой постановки по комедии Педро Кальдерона «Дама-невидимка», которой, обещают они, будет не менее интересной и впечатляющей. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.